приветствую вас друзья в этом видео расскажу вам про танк ЦОУК ПАНЦЕРНИК ВЗ-46 этот танчик можно получить в порталах либо купив за стартеры инженера либо за эти самые же стартеры инженера можно открывать порталы и если повезет с маленьким шансом может выпасть этот же танк но в 3d стиле который называется ведьмак 3d стиль не снимается он встроенный в танчик я прошел прогрессию в режиме воффентрайера нафармил максимальную скидку и купил этот танчик не за 30 стартеров а за 15 это что-то в районе 27 или 28 тысяч голдей получается и у многих возникает вопрос стоит ли танк таких огромных куч золота в этом видео я вам помогу разобраться и вы для себя сделаете выводы и поймете надо новым или нет итак оборудование я катал досылатель стабилизатор экспериментальная турбина я считаю это самое основное оборудование иногда можно использовать вместо турбины закалку если в бою особо ездить никуда не надо во первых этот сок панцерник это очередной проект который остановился на стадии эскизов очень много плюсов у этого танка из-за того что у него ходовая с двойной гусеницей расписали там очень много положительных сторон но все это вылилось в то что очень тяжело это производить производство не готова такое делать поэтому от этого танчика отказались на стадии эскизов слишком сложные технологии все запутанное замудренное производство к такому были не готовы поэтому это очередной танчик на салфетке но не суть важно у нас принципе то игра мир танков кто не знал если что а здесь игорек может воплотить в жизнь все что угодно и так что себя этот танк представляет это тяжелый танк штурмовой и здесь уже вы можете немножко обмануть себя или кого-то поскольку это скорее танк не штурмовой а танк поддержки поскольку если вы будете играть всегда с мыслью что вы там типа какой-то штурмовой чаще всего вы будете штурмовать свой ангар давайте посмотрим на броню и вы поймете почему вот вначале мы целимся в наш танчик просто бэбэшками с пробитием 254 что в принципе это обычное пробитие и уже во лбу у нас огромные дыры во-первых огромнейшая нлд которая пробивается легко даже восьмерками даже бэбэшками поскольку там 150 миллиметров с очень маленькой приведенкой получается примерно 215 220 миллиметров что пробивается крайне легко даже если вы будете ромбовать все равно нлд пробивается не сложно это первое почему вы будете чаще всего штурмовать и отправляться сразу на помойку поскольку это огромная нлд когда вы едете вперед пробивает все кому не лень еще и промазать очень тяжело поэтому нам нужно всегда держаться в рельефах в укрытии за кучками за зданиями и так далее также у нас еще бэбэшками может пробиваться даже лючок мехвода который находится на влд под пушкой там такой ободок вокруг башни который по кругу впитывает снаряды и особо брони там немного примерно 260 миллиметров в той части которая к вам без наклонов соответственно ближняя и это наверное одна из самых противных уязвимых зон у этого танка поскольку она высоко и спрятать ее уже не легко даже в городе если вы за кучкой прячетесь ваш танк высокий чаще всего эту дырку видно также у нас есть лючок в котором посередине двести тридцать восемь миллиметров приведенки всего в нем изначально 200 миллиметров но он под небольшим наклоном в принципе пробивается это не сложно может у каких-то восьмерок будут проблемы если пробить и вылетит минимальная а так в принципе проблем ни у кого нету чтобы пробивать этот лючок единственно что он находится в дальней части башни чуть ли не на затылке поэтому если мы играем через рельеф то этот лючок не видно а также лючок мех вода на vld становится с неплохой приведенкой что тоже начнет танковать поэтому наш танчик скорее для игры через рельеф и либо же нужно играть бортом и танковать гусеницей экранами поскольку брони в борту очень много если мы заряжаем голду то на vld под башней лючок мех вода начинает пробиваться вот этот вот погон вокруг башни начинают пробиваться вообще настолько легко что это даже как-то неприлично лючок начинает пробиваться чуть ли не полностью весь но nld пробивается в принципе чуть ли не фугасами поэтому его вообще нельзя показывать никому то есть наша лобовая броня она слабенькая на самом деле поэтому просто бездумно ехать вперед нам нельзя аккуратненько от борта танковать встречать врагов подлавливать их на каких-нибудь там перекатках или из-за поворота если мы первые его контролем либо ждать когда кто-то где-то разрядится и пользоваться нашей турбиной чтобы успевать по карте кататься и давать свои тачки из-за этого танк превращается в скучный геймплей танка поддержки многие заметили что танк скучный не для каждого этот геймплей поскольку некоторым людям скучновато когда они не могут сами первые натяжи а рисировать многие натяжах привыкли что они могут выставиться даже если кто-то из соперников зацелил угол поворот там здание из-за которого мы хотим выглянуть мы все равно натяжи можем выглянуть и спокойно с ними перестреливаться и потом прятаться на этом же танке если мы будем выезжать из-за поворота которые зацелили соперники чаще всего мы будем сразу получать урон причем гарантированно практически а вот наше орудие не всегда будет давать урон в ответ и вот почему во первых у нас пробитие бэбэшка 254 пробития голдой у нас 315 то есть пробитие у нас обычные это первое что не дает нам возможности с кайфом все везде лазером пробивать второе точность 038 сведения 2 и 3 то есть у нас еще и точность так себе особенно если мы не будем ставить всякие там винтили прицелы а мы их не будем ставить так у нас еще и стабилизация 026 от движения 026 от поворота корпуса 012 от поворота башни то есть у нас только от поворота башни более менее приемлемая стабилизация как только мы начинаем хоть чуть-чуть двигаться прицел на пол экрана то есть у нас и стабилизация супер ужасная и точность не очень сведение более-менее нормальная но тоже не молниеносная и при этом у нас альфа 560 да есть и побольше альфа есть и поменьше но это вот по серединке и дпм у нас 2595 то есть у нас есть проблемы со стрельбой обычное пробитие плохая точность плохая даже ужасная стабилизация простейшие увеземые зоны которые легко пробиваются многие в рандоме уже поняли куда это пробиваться поскольку но это легче некуда понять поэтому нам нельзя быковать когда мы начинаем агрессировать мы очень быстро рассыпаемся да у нас 2500 хп местами броня очень плотная лоб башни бронированный хотя пт-10 могут вас в маску пробивать но в принципе там все равно броня крепкая но нам все равно нужно играть аккуратно как большой огромный танк поддержки и только тогда вы будете набивать хороший средний урон влиять на бои и более-менее получать какой-то результат на этом танке соответственно больше шансов что он вам зайдет и вы будете какое-то удовольствие получать но все равно танки поддержки наверное менее актуальные менее интересные менее веселые чем танки которые могут и сами поиграть этот танчик когда едет играть сам начинает сыпаться также у него есть типа фишка у него с каждой стороны с каждого борта по две гусеницы когда одну сбивают мы все равно едем появляется желтенький значок разница между гусеницами йоха в том что когда на йохе едешь медленно гусеница быстро чинится здесь я так понял разницы никакой поскольку я ее не заметил никакой разницы если значок красный то на две гусли сбили мы стоим в принципе я на эту гуслю особо никогда внимание не обращал а нашу еще нету особо какого-то там сверх интереса она не вызывает что в этом танке я заметил необычного при том что пушка сверх кривущая более-менее периодически танк стреляет в середину прицела в основном из-за этого я так предполагаю и набивается большая средуха на этом танке вот мы подходим плавно к тому стоит ли этот танк брать я обратил внимание что целевая аудитория особо реализовать этот танк не может играет в свои 2000 среднего как и на любом другом ведре поскольку этот танчик все равно сложный у меня к нему отношения прохладное результат он вроде набивает им плей вроде в нем простой понятный просто танк поддержки но если где-то челики стали в позиции от рельефа или на повороте и зацелили ваш угол то все вы не сможете играть если они будут ждать пока вы будете выезжать чтобы стрельнуть они тут же вас будут пробивать в башню все или в каемку вокруг башни и сразу же танчик превращается в танк поддержки унылый грустный который просто стоит и ждет либо ошибки врагов либо когда союзники что-то начнут делать поскольку сам этот танк как только начинает показывать лоб получает звезду лей я склоняюсь больше к тому что танк стоит брать игрока выше среднего для разнообразия если вам некуда деньги деть в принципе все есть огромное количество прокачиваемых танков которые чувствуются даже по имбовее чем этот и у них больше каких-то фишек или интереснее геймплей этот танк в натуре скучноватый и больше как танк поддержки это мое впечатление от танка когда я на нем поиграл плохим танком его назвать нельзя поскольку результат он в нормальных руках делает хороший в принципе все орудие вниз у него опускается на 8 градусов при таких у венах играет рельефа лючок не видно лючок мехода не пробивается в такой ситуации там получается 270 чем-то приведен к под наклоном ну может быть там какой-то голдой 300 плюс пробьется и то если попадете но когда играешь в городе мы можем показывать только гусеницу играя от борта и все вот принципе весь танчик поэтому ему нужна турбина чтобы кататься и давать из подтяжка тычки и больше успевать стрелять с вами был варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока